Даже спустя столетия его творчеством восхищаются миллионы людей во всем мире. Александр Сергеевич Пушкин не просто поэт-классик, он создатель русского литературного языка. Именно поэтому ежегодно 6 июня, в день рождения поэта и писателя, во всем мире отмечается Международный день русского языка. И самарцы не остаются в стороне. В Самарской публичной библиотеке открылась выставка «Предки и потомки Пушкина», где представлены копии экспонатов из Санкт-Петербургского Всероссийского музея Пушкина. Сегодня первый день открытия выставки, сегодня первая экскурсия. Мы приглашаем жителей города и в последующие дни посетить эту экскурсию и познакомиться с одним из древнейших родов, родов Пушкина. Экскурсия действительно очень интересная, много неизвестных фактов, которые, мы уверены, раньше мало кто знал. Напомним, что ранее между Самарой и Санкт-Петербургом был протянут еще один культурный мост. Самарская публичная библиотека и Всероссийский музей Пушкина подписали договор в честь создания регионального центра старейшего Пушкинского музея России на базе муниципальной библиотеки. На выставке «Предки и потомки Александра Сергеевича Пушкина» гостям были представлены копии редких фотографий и портретов родственников поэта, которые хранятся в Санкт-Петербургском музее. Я бы сказал, что потомки Пушкина, они заняли различные места в этой жизни, в своих жизнях. И мне лично интересен был сам факт того, что среди его потомков немного людей, которые писали стихи. То есть люди занимались чем угодно, но в основном военной службой, если это говорить о мужчинах. Сотрудничество между Самарской публичной библиотекой и Санкт-Петербургским Всероссийским музеем Пушкина позволит жителям города, не выезжая за пределы Самары, знакомиться с редчайшими экспонатами, представленными в одном из крупнейших музеев северной столицы. Слияние таких культурных центров, вот здесь Самарска и Санкт-Петербургская, это, конечно, имеет большое значение для всей Самары. Почему? Потому что это новая точка притяжения, это новые возможности для молодежи узнать что-то новое о Пушкине. Кроме того, в следующем году Александру Пушкину исполняется 225 лет. Юбилейная дата станет хорошим поводом для новых ярких межрегиональных проектов. Отметим, что налаживание и укрепление культурных связей – одна из приоритетных задач на сегодняшний день, по мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Дружественные отношения в культурной сфере дают возможность как заявить о себе, так и перенять опыт других. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.